Сколько грамм наркоты у тебя будет при себе? А у меня? Рассдержава? У журналистов? Сколько грамм? Не, не нужно. То есть вы мне что, подкинуть что-то хотите или что? Он закладчик, он сам признался. Я закладчик? Да. Ломают руки. Журналисты, друзья. Оббирает телефон. Ака! Сбьют! Вот так вот, друзья. Опа. Да, Опа. Ублюдок, ёба Ааааааа! Вы чё делаете? Ты чё ублюдок? Тебя поверил, а? А, быдлая ёбана, ты в себя поверишь? Я твой малышке так выебу. Я чё делаю? Я тебе убил, глядина ёба, я чё встал, блять Став! Так выебу, блядь ёбан! Я маму выебу в блюдок ёба Понял? Я твою мать так выебу, блядь Я тебе говорю, выебу тебя! мусор ты ублюдок ёбаный ты чё блять себя сука поверил ну по-человечески ну вот как я не знаю ну попросить ну вот пожалуйста ну заберите заявление но если сейчас можно закроет ну кому вы сделаете плохо ну во первых мне плохо моим детям плохо ваше здоровье от этого лучше не станет привет друзья многие из вас уже наверное знают про случай который произошел со станиславом андреевым блогером и журналистом в городе сочи он сделал замечание сотрудникам полиции которые громко ругались матом на улице да когда курили и при этом был задержан и на него был сфальсифицирован административный материал при этом он был еще и жестоко избит также он подвергся пыткам оскорблением там доходило даже до слов я твою маму выяву и все это говорил сотрудник полиции да ему вот заставляли его извиняться там били сфальсифицировали административный материал по статье 19.3 в итоге у него сейчас большие проблемы со здоровьем у него там отбито легкая сломаны ребра вот сейчас он проходит лечение и за этих мусоров беспредельщиков до взялся следственный комитет то есть слава богу хоть что-то да хоть какие-то выпивающие такие случаи да когда у стаса все аутодо писалось на видео да и на аудио и на видео и там такие выпивающие случаи происходили что даже следственный комитет взялся за них насколько я знаю возбуждено уже уголовное дело уже также запланированы следственные действия то есть очные ставки да просто там не знаю там что по мере пресечения там следователь будет решать но это ладно и вот когда собственно эти беспредельщики до привезли его в больницу в больницу подтянулись журналисты да и они поняли что запахло жареным они сразу сами начали предлагать стасу деньги четыре с половиной тысячи рублей потом подняли до пяти и говорят ему что ты все равно вот будешь на там по 19 3 там понесешь наказание там только за сроком давности там освободят тебя ну вот давай замнем там удалишься видео все дела и все будет нормально то есть человеку отбили легкое там сломали ребра да как его оскорбляли унижали там в отделе да на как фальсифицировали документы забудь все это короче ну так и так типа бывает там в общем бывает с каждым да ну избили человека подумаешь там здоровье отняли вот но на этом все не закончилось стас то у нас как бы человек не из робкого десятка стас то не поддался на все это так как до этого еще до избиения там ну до финальной части так сказать этого всего он нам предлагал ребята давайте подумайте не надо извинитесь на камеру и все и все будет хорошо там все будет нормально то есть он был готов в принципе в какой-то момент до точки невозврата их простить но когда уже у тебя отняли здоровье ну вряд ли я думаю кто-то согласится оставить это безнаказанным но если согласиться то это будет очень добрый либо очень глупый человек так вот и уже после того как их грубо говоря взяли за известное место да и там чуть ли не 13 человек из отдела полиции там кто-то фальсифицировал кто-то избивал кто-то еще что-то делал разные преступные роли там следователи уже будет устанавливать да что и как было на самом деле они через каких-то своих адвокатов родственников знакомых начали звонки стасу поступать следующего содержания то есть давай примиримся давай договоримся давай заберем заявление там и деньги там там о деньгах уже шла речь о 20 тысячах рублей то есть человека легкая отбита да там две недели прошло он там не может нормально то есть функционировать его организм они ну 20 тысяч рублей до поднялись пяти до двадцати тысяч мы все так вот оценивается человеческое здоровье человеческая жизнь как бы этими мусорами как бы их там родственниками детьми там и так далее да вот адвокатами вот сейчас дальше вы увидите наверное ролик собственно из-за чего все началось да там отрывок которые сейчас можно показывать как бы во все услышания да которые уже наверно все видели ну и дальше вы услышите звонок адвоката да который говорит но все же можно договориться можно примириться да вот действительно да чем чего бы нет то да и дальше вы увидите звонок там жены как она представилась до одного из этих нападавших там я не знаю как даже назвать их любви сложно назвать после того что они там творили и сами того как бы не знаю я не знаю или там настолько уверены были свои безнаказанности что прям под запись это все делали и больше всего ребятушки чтобы меня возмутило до глубины души в этой истории что вот когда вы видео сейчас увидите они ведут его по улице он будет ребята не надо давать я сам пойду давайте поговорим пообщаемся да хотя и он просто сделал замечание им ребята не надо орать матом они могут ты закладчик сколько у тебя наркоты будет сколько у тебя наркоты будет вам прям так спрашивают сколько тебя найдут наркоты то есть это капец дальше что они делают они как только завели его в заворот отдела они просто так просто так он ничего вообще ничего не делал начали его избивать говорить я твою маму выебу ну чё вы были нормально вам сейчас что ваши жены там не знаю кто адвокаты звонят там давайте договоримся заберите заявление как вы думаете вам после того после таких действий пойдут навстречу а потом когда извиняться вы его ногами пинаете играть извиняйся когда с начальством своим обсуждаете там как по какой статье его закрыть до нормального то есть вы после того что вы человека просто так сколько тебя наркоты найдут и закладчик а за это дают сроки извините там и 20 лет можно уехать и на пожизненное то есть вы считаете подставили человека минимум 10 лет за такие дела дают да за наркотики да вы готовы были посадить человека на 10 лет просто за замечание избили его здоровье его отняли и вы после этого хотите еще договориться у вас что вообще у вас в голова есть еще и не сами не сами договаривайтесь а посылаете либо своих адвокатов либо своих жен там родственник родственниц там сестер не знаю кого и у вас еще хватает наглости как бы это делать будьте вы мужчинами сами там на камеру там или как-то еще или лично стоит встретить со стасом извинитесь и тогда вы могли бы рассчитывать на хоть какое-то снисхождение в любом случае я думаю вы не уйдете от наказания вы либо будете сидеть ли получите там я не знаю при каких-то манна небесных если судья увидит вас людей там и за исследователь вас не закроет то вы получите условный срок это максимум я думаю на что вы можете рассчитывать в такой ситуации потому что светит этим полицейским эта статья 286 ч 3 до 10 лет лишения свободы эта статья 144 уголовного кодекса так как они знали что он журналист он занимался журналистской деятельностью до 6 лет лишения свободы так как с применением насилия должным лицом плюс там еще по фальсификации документов и 303 статья и 292 статья то есть там целый букет статей уголовного кодекса за которые реально ну не то что можно сесть за это нужно сажать в тюрьму потому что это вопиющие случаи такие то есть оставлять это безнаказанным заберите заявление это все равно что я не знаю там убийцу выпускать там до завтра они кого-то ногами запинают до смерти ведь там ну немного на самом деле стасу оставалось учитывая что там с легкими у него и так проблемы были до легкой ему отбили ребра сломали еще чуть-чуть реально человек человека бы не было а сейчас они говорят про ой у нас дети не надо не надо сажать зачем это надо там так если бы это были там не знаю там какие-то молодые люди да там по 18 лет там парни там случайно какая-то драка была это одно дело но это сотрудники полиции это взрослые мужчины до которые форму носят который в погонах которые должны народ защищать и даже если бы он им что-то неправильно сказал они должны стойко были были это стерпеть но он им сделал замечание по делу и вот так вот они с ним поступили просто из-за неприязни еще и хотели на 20 лет упаковать в тюрячку просто так по приколу ты горит закладчик и после этого вы еще какие какого-то отношения нормально вы вообще хотите уйти от ответственности вообще у меня такое ощущение что эти какие-то полицейские родственники в сказке какой-то живут да ну ладно ребятушки смотрим видео далее смотрим адвокат адвоката который звонил и предлагал договориться да говорил там что-то про примирение с потерпевшим да это статья 25 уголовно профессионального кодекса так вот она предусматривает примирение с потерпевшим только по статьям небольшой или средней тяжести лицом совершившим преступление впервые так вот небольшая средней тяжести там вообще не пахнет там тяжкие статьи реально тяжкие далее вы услышите разговор с женой как она представилась одного из этих парней да которая умоляла там слезно как-то там и деньги собрать и что-то еще вы как думали вы деньги так и так соберете но от наказания вы не уйдете так это конечно вы здоровье у человека отняли человек понес какие-то финансовые затраты конечно вы будете это все возмещать там вы так и так не 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 добровольно так через суд просто добровольно это вам будет смягчающие обстоятельства по уголовному делу да судя может по-другому на вас когда ребятки в ближайшее время будут следственные действия по этому факту в городе сочи стас живет в городе краснодар его адвокат лавислав владимирович лунков живет в москве да как вы все знаете также так как имеются основания полагать что в городе сочи настаса может оказываться какое-то давление да со стороны и полицейских там либо какие-то провокации могут быть туда поедут наши общественники журналисты да и на это все как бы нужны финансы финансовые средства да и так потрачены как бы немало силы и средства времени если кто-то из вас хочет поддержать стаса поддержать как бы всю эту компанию чтобы дело не не осталось просто так не они не развалилась да там они там не договорились ни с кем не решили вопрос как они хотят да если вы хотите чтобы реально оборотни понесли наказание если вы не хотите чтобы ваши дети ваши там сыновья не знаю кто попадали под такой же замес вы просто на ровном месте да чтобы у них не отнимали здоровье те кто должны их защищать то вы можете при наличии возможности конечно помочь по ссылкам в описании будут реквизиты карточек реквизиты карточки сбербанка на нее именно на сбербанк скидывайте денежку да ну кто столько может с примечанием для стаса андреева для поездки все денежки обязательно перечислю стасу или адвокату его всем спасибо ребятушки подписывайтесь на канал стаса ссылка будет в описании поддерживайте его поддерживайте нас ребят активистов которые вот так вот иногда получается что вскрывает вот эти проблемы ведь неизвестно со сколькими людьми они поступили также или еще хуже до того как стас попался к ним до до того как стас зафиксировал все их действия и надеюсь они хоть за это понесут ответственность обязательно поставьте этому видео лайк напишите несколько комментариев что вы думаете по этому поводу прям как можно больше комментариев чтобы все вся страна весь мир узнал о том как у нас я веду полицейские как потом плачут сюда через своих адвокатов там жены и так далее чтобы забрали заявление как хотят уйти от ответственности ну и подписывайтесь на наш инстаграм телеграм-канал группу вконтакте все ссылки будут в описании также поступайте в наш новый телеграм-чат для вас всех для подписчиков там есть мы там может нами общаться это чат люди движения в телеграме ссылки будут в описании также но все ребятушки смотрите этот ролик а полицейские сначала подумайте головой прежде чем что-то делать подумайте о жёнах детях там своих думайте головой у вас погоны на плечах и мозги должны быть в голове и чё делаю да успокойте жарю до вас так как зовут поделись на тормозе да руку отпусти я с вами нормально пойду да убегать не буду руки отпустить а как зовут слышь мы здесь решаем что делать я знаю что-то хотели мне подкинуть что-то хотите или что-то я не буду так и мне нужно то есть вы мне что Подкинуть что-то хотите или что? Он закладчик, он сам признался Я закладчик? Прямой эфир Да, прямой эфир Зачем я подниму? Орудно, что все закладчики В быстром эфире у меня отнимает преимущество Ты туда у меня накрасил свет Зачем у меня накрасил свет? У меня не красный свет Полицейские Что творится, здесь придет Поломают руки Журналисты, друзья Обзор, телефон ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Бьют! Ребята, видите, что творят полицейские? Аааа, полицу бьут меня По лицу в прямом эфире Видите что творят? Видали? Вот так вот, друзья Вот так Ставь, ублюдок Вы чё делаете? Ты чё ублюдок? Вы чё делаете? Ты в себя поверишь Я твой маучки так выгудил Я тебя застал Я тебя застал Ставь Сейчас я прямой эфир сделаю Сейчас я тебе сделаю 10 прямых эфиров Ублюдок Ублюдок Людин подходит А чё мусором стоят? Я тебе мусором покажу Какие мусора? Мамочка так выгудил Я тебе маму воню Ублюдок Понял Я твой мать так выгудил Я тебе говорю выгудил По мушке об тебя хуй Блюдок ебаный Сюда иди Тварь ебаная Да бля Ублюдок ебаный А чё за бля Бляди мусора тут собрали Они в дюйм были Но я не знаю Знаете откуда они Помните ли это? Блогеры Блогеры ебаные Да да вот это ебаный Да да вот это ебаный А чё ты в рапортах Вы телефоны бьёны Блогеры Извиняйся Извиняйся А мусор ты ублюдок ебаный Никто я Ты чё блядь себя сука поверил блядь а Нет Встал быстро Документы где твои Достал быстро блядь Сумку отставил Сумку отставил Ты чё блядь сука в рай попал? Сюда паспорт дал Журналисты блядь Роздержава блядь Журналист блядь Какой Пронумеровать Кто это такой? Не трогайте пальцы Спокойно Чё блядь Применение фистилы Применение фистилы Применение фистилы надо Применение фистилы надо Вставай В кабинет Сказал да? да да в 63 кабинет заводил поставь туда не сядь стоим бля подходит а чё тут мусора стоят прям возле этого дома культа я знаю это дебил с конусом спиздил конусы на ресторане да да это много не пальцем вообще не пальцем применение физической силы то есть то что вы меня физическую заворачивали убегал 19 3 аэропорта и вот такой материал сейчас берут из клетки и завтра когда и контроль чтобы судья закрыл их один от какой курс до них он подошел к ним доебался а чё мусора рапорт сделайте телефон выключить телефон другая техника наиболее бутылку да бутылку да не порвались а теперь смотрим как адвокат этих как быть людей да которые судя по всему уже поняли да что им грозит уголовная ответственность звонит станиславу андрееву да когда он еще там на лечении находится и что он ему предлагает станислава лишь добрый день до меня зовут и сайлов валерий петрович я адвокат из краснодара хотел как бы у вас есть возможность с вами видеться в подобном ситуации что произошло сочи там инцидент я пока не в том состоянии чтоб с кем-то видеть лечение а когда можно вам позвонить я не знаю сколько но как минимум неделю будет сейчас падать а что случилось у вас если не секрет полицейские ребра отбили я вас понял я вас понял хорошо хорошее обновление спасибо станиславович это снова исаев Валерий Петрович я извиняюсь что вам звонят ты знаешь а если я сейчас вам сам подъеду там как адвокат там что-то помириться там попытаться с вами по всей этой ситуации мы все помириться а мысли помириться ну ситуацию не развивать помириться достичь каких-то как бы ну как бы помириться как там извиниться перед вами там эту ситуацию найти как бы компромисс не компромисс мысли компромисс а мысли там ну вот именно помириться за кого принести свои извинения ну за инцидент в сочи а за инцидент в сочи да 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 вообще как себя чувствуете я все нормально чувствуя как бы ну нормальное состояние значит никаких договоренностей ни с кем не будет ребяткам предлагалось изначально в отделе извиниться все консенсировать публично на камеру принести извинения все аннулировать и отпустить это в самом начале было я вас понял а и потом они воспользовались предложением они будут сидеть в тюрьме я вас понял ну а касается этого инцидента но за него извиниться подъехать к вам а вы уже как бы как бы что в итоге то есть страна что обвинитель что там защищающего какая то есть цель у меня была цель приехать на свое мероприятие не планировал встречаться с этими отморозками и попадать потом в больницу и сейчас лечиться у вас я так понял там заболевание не объяснили заболевание связано вообще ну такое ну травня легкими там потому что не нужно бить человека у которого проблемы с легкими совершенно верно из-за этого осложнения всегда люди в любой ситуации находят компромисс какой-то какие-то эмоции какие-то там какие эмоции не случайно есть статья в уголовном кодексе примирение сторон прекращение дела за примирением сторон в любом деле возможен компромисс примирение так и что допустим примирение и вы хотите сказать что аннулировать силы и извиниться что ли или заплатить так что ли или что получаете нет в чем заплатить я говорю именно примирение ну а вы же знаете ну как бы взрослый человек что заведение там статей там привлечение к ответственности не может быть смыслом жизни или поступков скажем так человеческих правильно это живем не ради этого в этом не смотрите значит в больнице ну в принципе это факт общеизвестный сейчас в больнице эти лохи пришли ко мне вот да тоже договориться и я не знаю кем вы являетесь действительно ли вы просто какой-нибудь очередной интернет роль но неважно я люблю разговаривать с людьми по телефону я по телефону не могу определить так вот смотрите какая интересная история получается эти два лоха приходят ко мне в больницу опять же говорят а факт уже общеизвестный и предлагают мне пять тысяч рублей и и чтобы я понес соответственность по 19 3 но списали за сроком давности да то есть понимаете человек который административно содержаться не может по решению суда мне плевать на эти административки но если брать во внимание именно ответственность я стараюсь не нарушать но коль уж фальсифицируют там ну штраф ладно по 19 3 ну чертям там эти сколько там полторы тысячи рублей то есть мне было предложено 5000 рублей вот хотя я уже потратил в четыре раза больше да на устранение последствий на все это мероприятие ну это ладно и вот эти два лоха вот эти в форме ну обычные лохи они предлагали мне договориться чтобы я устранил все видеозаписи из интернета и конечно же я им пообещал как с такими людьми вообще можно о чем-то общаться у таких ли как может у таких людей адвокат был там дурка дурка понимаете там дурка и начальнику и вот кто их на работу взял и а им обоим потому что это два человека настолько недалеких я таких никогда просто не встречал вы же знаете извечную извечную притчу о блудном сыне любое все можно простить и нужно все прощать если есть возможность в этом жизни дает на выходе больше чем какая-то конфронтация даже справедливый ваш упрек и так далее в этом сила человека простить там заблудившегося вступившегося но я мог бы знаете как ради интереса предложить на публичной основе в прямом эфире попытаться донести это до народа нашего и будет даже интересно готовы ли у персонажа это сделать ну я думаю что прямом эфире не готова потому что как бы не отличается то есть били меня в прямом эфире да публично сували ручку в ухо заставляли извиняться а теперь они не готовы да публично ответить за свои действия получается да а то есть и поработать да я должны ну вы же кому звоните вы же понимаете вам звоню но вы же со мной не договоритесь алло должны быть должны быть в курсе что со мной нельзя договориться нет я не знаю я всегда я же адвокат послушайте ко мне приходит огромное количество людей за мою жизнь там и жены разводятся с мужьями там и очевидцы там и пострадавших преступлений ну я всегда стараюсь прийти к тому чтобы какой-то был компромисс я всегда стараюсь хорошо вот ну ладно значит вопрос не осведомлены ну хорошо вопрос что вы предлагаете конкретно только законные что я имею ввиду методы я и безусловно предлагаю законные вещи в рамках закона они принесут свои извинения перед вами вы там я не знаю в какой стадии находится там ваше заявление не готов так сказать сказать я не владею этой ситуацией я даже не владею ситуацией так про этот конфликт происходил есть слова о том что началось там с того что там вы проходя мимо обратились к ним и цензурными вещами а я ну не ну я говорю я ж не упрекаю просто меня вот такая информация что мне рассказали вот я понял понял что я им нагрубил да ну нецензурно обратились это их вас мутило и не они отреагировали вот потому что это мой клиент понимаете мои клиенты я а я вам свою очередь скажу что ну не цензурно выражается все большинство людей на нашей планете но являясь журналистом в общественном месте подойти и без сотрудников полиции оскорбить публично вы понимаете что это такое я сам удивился этой интерпретации что вы проходили мимо так к ним обратились да ну они обещали что они изымут видео с камер видеонаблюдения там имеется рядом да может быть аудио даже пишите пускай представят это следственному комитету и расскажут кто из нас матерился и почему кто кому делал замечание ну а что как они вообще как что вас пересекло какая причина как это вообще произошло я просто шел мимо они стояли друг другом беседовали довольно громко матерились и были не по форме ну как по форме но у них не было ни головных уборов то есть стояли братки форме и громко разговаривали на матах и даже женщина проходя себя мимо в их сторону что-то такое сказала вот ну не понравилось я им проходя мимо остановился вы хорошо себя чувствуете ребята вы как себя ведете вы сотрудники полиции или кто вообще хотя вас сейчас и оскорбить говорю даже нельзя по новому закону власть все-таки говорю дополнительный вам придумали и все и после этого скрутили руки избили чё как вообще какие извинения могут быть здесь здесь полная ответственность должна быть я не против я мало того мало того это еще не последнее будет я буду работать над городом сочи теперь постоянно и не только над этими сотрудниками потому что извиняться нужно было сразу когда им это предложил и не только извинять а компенсировать и все их публичное извинение приносить это же не моя проблема я же не заставлял их совершать то что они сделали я вас понял я понял вашу позицию я просто думал потом вам сам лично подъехать поэтому вам перезвонил ну а зачем вы вы ответили да да я адвокат представитель ну как-то перепонял вашу бескомпромиссную позицию я не услышал ни одного предложения приемлемого в данной ситуации всякая вы говорите бывает но предложение не может основываться на не публичных предложений устроил бы вас как как эту ситуацию нам ну вот достичь как бы компромисса и достичь примирения в этой ситуации как как вы это видите я я слышу там ваше предложение о публичных теледебатах но это сами понимаете нереализуемо а вот из земных из земных форм примирения я никогда не сталкивался никогда этим не занимался поэтому я же говорю я не услышал ничего от вас вы говорите о каких-то извинениях но я вам предложил публично но они извинятся там вы потратили определенные средства на лечение на реабилитацию вам эти средства компенсируют там что вы потратили на ну вот как я это и вижу простыми вещами ну простыми словами объясняю простые вещи как я это вижу как люди мирятся разбил ребенок мячом окно пришли помирились там за ухо подрали помирились там купили новое стекло вот в этой ситуации люди своими действиями подорвали ваше здоровье вот выглядите потратили там несколько раз больше чем эти 5000 рублей вам предлагалось давайте компенсируем ваши расходы значит не просто люди а люди форме ну да такие езды я понял так ну и какой сумме компенсации идет речь но вы же лучше знаете понесенные расходы какая сумма устроить ну я пока понесу 20 тысяч расходов а какой сумме идет речь с их стороны то есть вот я слышал 5000 рублей за куртку да но они торговались сначала было четыре с половиной но подняли до пяти до были жаркие торги вот и условия такие прям хорошие чтоб по 19 рублей понести ответственность потом 5000 рублей получить и за сроком давности ну хорошо я подъеду к вам и компенсирую 20 тысяч ваших расходов на лечение значит так они будут сидеть они будут сидеть за все преступления никаких договоренностей самой речи быть не может прежде чем звонить человеку пообщайтесь хотя бы уточните кому вы звоните и прошу больше мне не звонить не раздражать меня всего доброго все доставят спасибо ну а теперь смотрим заключительную самую вот показательную на мой взгляд запись да эта запись звонка как вот представляется человек жены одного из этих парней да к стасу да что она его просит сделать то есть она его грубо говоря просит забрать заявление как примириться с невозможно по данным статьям да что тяжкие статьи она просит как бы ну как как возможно решить вопрос но все следователи дарим дознаватели кто смотрит или адвокаты да кто знает кто шарит как и такие дела как бы делаются да обычно как потерпевшему заносишь денежку до потерпевший меняет показания там или отказывается от них ну как бы в зависимости от количества денежки которые занесут там либо там совсем отказывается заявлением тогда несет ответственность по статье 306 уголовного кодекса заведомо ложный донос либо там как-то еще меняет в общем в любом случае дело незаконное и именно таким способом они многие как я считаю хотели и поставить в том числе стаса да ну или так решить вопрос я не знаю как они вообще что не в голове вот я не знаю ребят лично меня возмутило до глубины души то что именно они начинают прикрываться детьми о детях стас они не думали то есть они не думали когда они избивали когда не занимают забирали у него здоровье да который не купишь а его детях а его жене там то его матери его там сестре они думали об этом они не думали когда спрашивали, сколько наркотиков у тебя будет. Что ты закладчик. А они не думали, что на 20 лет человек может уехать, да. Это хорошо еще, что как бы у них хватило, я не знаю ничего, совести, может, просто возможности не было. Я вот не знаю, что они там ничего ему не подкинули. Ну реально, вот просто возмутительно, ребят. Смотрим. Слушаем. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Извините, что так поздно. Можно поговорить? А это кто? Я звоню по поводу кинеманта в Сочи. Если вы мне уделите пару минут, я буду очень благодарна. Да, я уделю, но я должен понимать, с кем я разговариваю. Вы разговариваете с женой одного из полицейских, которого случилось. А, с которыми инцидент был? Да. Понятно. Я звоню вам не ругаться, ничего. Да я понял. Нет, вы, наверное, неправильно меня понимаете. У меня нет ненависти к полицейским. Просто они немножко поступили некрасиво. Понимаете, я все знаю. Я слежу за вашим видео, я за всем этим слежу. Вот, прослушайте. Дайте я вам скажу немножко, а вы там уже дальше мне скажете. Хорошо. Вот, послушайте. Как бы я... Это вот эти люди, которые это все произошло, я их знаю очень хорошо. Они очень порядочные. Они одни из лучших полицейских. Я сколько знаю, вот, они очень справедливые. И насколько я знаю их, я их знаю очень хорошо. Они не такие, понимаете, они, ну, как сказать, я даже в шоке вот от всего этого происходящего. Но я сейчас не за это хочу поговорить. Хорошо, допустим. Допустим, это все правда. Допустим, это все-таки было, как вы там рассказываете, все такое. Я не была, не знаю. Я знаю только со слов, понимаете? Согласен, да. Не всегда бывает так, как дома, бывает на работе. Я понимаю. Ну, вот, послушайте меня, вот, пожалуйста. Я просто нервничаю, потому что ситуация выходит из-под контроля. Очень могут быть серьезные последствия. Да, вы со мной можете общаться спокойно. Если вы говорите и смотрели мое видео, то должны быть знакомые с тем, что... Я все знаю. Я видела не одно ваше видео. Я прекрасно знаю, чего вы хотите добиться. Но, послушайте, в нашем жестоком мире, как сказать, много зла. И зачем делать его своими руками еще больше, если это зло и так его достало, понимаете? У этих полицейских, они все не дети, они все взрослые мужчины, у каждого семья, у каждого дети, понимаете? Лично у нас много детей. Я не работаю, мы живем на зарплату мужа, тупо на зарплату мужа. Сейчас, если с ним что-то случится, я останусь одна, и у нас ни один, ни два ребенка, понимаете, все маленькие. Я не знаю, как я буду дальше. Я просто, я все на нервах, я все-таки рассчитываю, что это все обойдется как-то, но это неправильно, так не должно быть. Как вас зовут? Ну, я просто бы не хотела называть. Ну, ладно, я понял, не называйте. Я вам позвонила так поздно, потому что я хотела давно вам позвонить, мне не давали номер, мне не разрешали, я просто вымолила, выплакала ваш номер, чтобы поговорить, донести до вас, ну, неправильно это все. У вас, наверное, тоже есть родители. Вот, вот это уже долгой разговор. У вас тоже, у вас будет сын в дальнейшем, ну, не дай бог, у вас такая ситуация. Он есть сын. Так вот, можете меня теперь послушать, пожалуйста, минуту. Так вот, когда я сидел в отделе, вот, я тоже предлагал, зная о своем заболевании, зная, что я никогда ни перед кем не извинялся, но в этот раз я извинился только потому, что понимал, что у меня отнимут здоровье. Вот, и когда я предложил, ну, вот, вашим ребятам, будучи у них там, я им предложил вариант для всех нормальный, человеческий, хотя, в принципе, был защищен на 100%, даже если бы меня закрыли. Если бы меня закрыли, их бы ждал более суровый результат. Так вот, все равно я своего не добился, и, скорее всего, останусь инвалидом. Да, мне предстоит операция, она вторая, легкая. У меня тоже есть жена и ребенок. Так, послушайте меня, я как бы не хочу сейчас все говорить, что это неправда, и все такое. Вот, послушайте, как бы, зная этих ребят, ну, ну, как бы, я не верю во все это, честно. Ну, вы же тоже мне можете много чего наговорить, я же не могу вам, я вас не знаю, понимаете, я вам не могу верить на все 100%. Как бы, вы там говорите про какую-то взятку за 5 тысяч, но это вообще смешно. Это не взятка, это просто ребята решили вопрос закрыть. Да, ну, я не верю в это, ну, кто... А вы попросите у того, что, я не знаю, кто ваш молодой человек, там, один повыше, другой пониже. Вот, вот повыше, который он снимал на телефон, вы попросите, чтобы он вам запись показал из больницы. Извините, но у них нет никаких видео, это 100%. Ну, я просто очень хорошо знаком, ничего нет. Я очень хорошо знаком с психологией людей. Этот человек записывал, хотя я свои все гаджеты оставил в палате. Мне интересно было послушать этих ребят. Я вам клянусь, я вам клянусь, ни одного видео нет. Вот клянусь, хотите с ним поклонить? от меня, для меня это видео ничем не грозит, это скорее для них... Я вам вообще говорю, что это неправда, нет ни одного видео. Ну, как бы, ладно, я сейчас вам не хочу ничего доказывать, я вас просто хочу, ну, по-человечески, ну, вот, как я не знаю, ну, попросить, ну, вот, пожалуйста, ну, заберите заявление, ну, если сейчас мужа закроют, ну, кому вы сделаете плохо? Ну, во-первых... Ну, вы сделаете мне плохо, моим детям плохо, ну, ваше здоровье от этого лучше не станет. Во-первых, меня поражает то, что, вы не первое, я не знаю, кто вы, может, вы действительно их родственник, может, вы какой-то тролль. Я... А какой? Зачем вы оскорбляете? Нет, я не собираюсь разбираться, послушайте, меня удивляют звонящие такие люди, которые говорят о каких-то детях, о каких-то там зарплатах, я не знаю. не вру, я вам почувствую... Послушайте меня, послушайте меня. Если вы тролли, это одно дело, если вы действительно родственник этих парней, ну, я не собираюсь их там оскорблять, или, как они придумывают там, что я их называл как-то, но, пусть для них огорчением будет то, что на второй гаджет тоже шла запись изначально, и у меня есть запись того, как это происходило, как я к ним подошел, и еще трех с половиной часовая запись из их кабинетов. И поверьте, не только ваши парни, а все, кто присутствовал в этом кабинете, заходил непосредственно туда, все будут уволены и сядут за те преступления, которые они совершали в отношении меня и других заявителей, и то, как они обращаются с материалом. Это первое. Второе. Мне хватило предложения пяти тысяч. в больнице. А теперь я буду инвалидом, на оба легкая. Понимаете? Если вы прекрасно меня знаете, они сядут. И если они не сядут, я сделаю смыслом жизни, я уволю весь отдел, я все сочи переверну. Но они сядут. Понимаете? Послушайте, я вам звоню, как жена и мама, понимаете? И что? А моей жене вы будете звонить и рассказывать, почему ее муж инвалидом стал? Ну, хотите, я позвоню вашей жене и извинюсь за всю эту ситуацию. Мне не нужны ваши извинения. Ну, а что вам нужно, скажите? Ну, как это все решить? Я вас очень прошу. Легкое мне восстановите. Давайте восстановим. Оно не восстанавливается, девушка. Не восстанавливается, к сожалению. Нет такой технологии. Послушайте, вот послушайте меня. У вас есть ребенок. У нас дети, двое инвалидов. Понимаете? Я клянусь вам, у нас много детей, из них двое на инвалидности. Вы представляете, что со мной будет, если его посадят или он лишится работы? Ну, можно же решить по-другому? Ну, у вас что-то человеческое, святое у вас есть, хоть чуть-чуть. А у них? Я очень... А? У меня-то как раз есть, да. Я как раз с такими проявлениями борюсь. пожалуйста, ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Если есть кто-то человеческое, давайте решим, я вас очень прошу. Решим в смысле? Смотрите, вы предлагаете забрать... чтобы посадили, чтобы... ну, пожалуйста. А, заявление забрать. То есть, я должен сесть за вашего мужа. То есть, меня избили, я должен еще сесть. Ну, потому что заявление нельзя забирать. Это клевета на сотрудников. Ну, почему? Вы просто можете сказать, что вы претензий не имеете, и все. В плане чего? Это невозможно? Это же невозможно. Все возможно, я вам честно говорю, все возможно. Но я вам... Я бы просто так вам это не говорила. Если вы просто скажете, что вы решили этот вопрос и претензий не имеете, то все будет хорошо. Потом еще дружить с вами будем, честно. То есть, вы мне предлагаете совершить преступление, да? Да, это не преступление. А что это? В смысле в рамках закона? Просто пойдите на встречу. Я не знаю, как вас попросить еще? Хотите, в рамках закона? Согласно какому закону я могу прийти в Средственный комитет и сказать, что я пошутил? Нет, я по законам не подкована. А я вам сейчас объясню, что это такое. Когда подаешь заявление на сотрудников и потом его забираешь, то тебе грозит уголовная ответственность. Там, по-моему, до шести лет тюрьмы. Я думаю, вам помогут, этого не будет. Кто поможет? Все это обойти по закону. А кто поможет? Разные лазейки, есть разные... Ну как, все в интересах того, чтобы все было хорошо. Я не думаю, что вас что-то вам сделает плохо. Я это сто процентов понимаю. И кто это такие люди, которые решают такие вопросы? У меня таких нет. У меня только по закону решают. Хорошо. То есть в вашем понимании, по закону, единственный вариант, если люди сядут, да? Другого варианта нет. Это единственный выход из этой ситуации. А вы какой выход видите? Хорошо. Вот вы говорите, забери заявление. То есть вы набираетесь наглость и звоните мне и говорите... Да почему наглость? А что это? Он позвонил, а как девушка, а как мать, как жена. А моя жена против того, что ее муж с перебитыми ребрами, да еще и, скорее всего, останется инвалидом. Как вы считаете? Что мне сделать для того, чтобы вы со мной поговорили немножко в другом росте? Нет, я с вами, поверьте, вы меня, наверное, плохо знаете, я с вами очень хорошо разговариваю. Лично с вами. я вас уже не позвоню. Хотите, я приеду вам в Краснодар? Что? Я вам любую сумму оплачу. Хорошей клинике, я не знаю. Девушка, эти вопросы, эти вопросы деньгами не решаются. Вы можете понять? Я вас прекрасно понимаю, но уже ситуация случилась, понимаете? Мне, мне, нашим детям, и не только моим, там сотрудников, у всех есть дети, понимаете, жены, семьи. Всем будет плохо, все нервничают, родители в слезах. Вы понимаете, для нас это очень сильный удар. Там на воевианках сидят родители. Вы понимаете, что это такое? Потому что, ну вот, служил тебе человек, все шло нормально, и вот так просто за одно утро вот вся жизнь переворачивается. Ну, служил это в вашем понимании. Я понимаю, что у вас в Сочи там отдельное государство, но даже в Краснодаре у нас такого нет. Понимаю, это плохо. Я понимаю, я поддерживаю. Плохо для кого? Для них или для меня? И для вас, то, что у вас здоровье подкосилось, и для нас, то, что вот сейчас их посадят, фактически мы пострадаем, я пострадаю, дети. Мы не сможем без мужа, понимаете, я их смотрю, я не работаю. Муж один работает, зарплата невысокая. Вы сами знаете, какая зарплата в полицию. Как бы я не жалуюсь, мне хватает, нам все хватает. Просто, если его посадить, ну никому этого лучше не станет. И ваше здоровье тоже не улучшится. Я вам предлагаю, давайте мы вам платим путевку в санаторий. Ну, я не знаю, вот любое, что вы захотите, я готова это компенсировать. Я, знаете, вы просто, вам не повезло, знаете, в чем? Вот есть активисты, блогеры, которые провоцируют за деньги, а вот я как раз не занимаюсь этим. Если вы спросите у полицейских города Краснодара, то они, любой вам полицейский скажет, что я ни с кем не договариваюсь. Я это предполагала, я это предполагала, что вы деньги не возьмете, естественно, я понимаю, ну, должен быть выход из этого всего. Я вас очень прошу. Ну, выход бывает только законный, и вы мне предлагаете просто совершить преступление, взять деньги и... нет, деньги вам не предлагаю взять, я вам предлагаю подлечить ваше здоровье. И что? И что от этого изменится? Я с вами говорю о процессуальных моментах. Во-первых, в Сочи, может быть, вы и можете там что-то решить, я предполагаю, что там решаются такие вопросы. Судя по специфике работы сотрудников там, всех видов, кроме ФСБ, я не знаю, как ФСБ у вас работает, но вот Следственный комитет, прокуратура и полиция я уеду. Так вот, значит, известно об этом в Краснодаре, известно об этом в Москве, или вы считаете, что вы везде можете решить вопрос? Так, если бы я так считала, я бы вам сейчас сейчас ночью не звонила бы и не умирала бы. еще раз вам объясняю, я был предупрежден по статье 306-й, это первая статья, которая мне грозит, если я заберу заявление. Вторая, если, значит, я забираю заявление, это вторая статья, это клевета на сотрудник. Это 10 лет совокупных. Я же вам плохо не хочу, я никому плохо не желаю. И можете проконсультироваться и обойти что-то? Я должен консультироваться. Нет, я проконсультирую и вам перезвоню. Можно? Я не услышал от вас ничего. В санатории я себе оплачу сам. Дай бог мне люди помогают. Вы от меня не услышали ничего. Допустим, хорошо, вас не устраивает то, что я вам хочу помочь поправить здоровье и все такое. Что я могу сделать? Что мы можем для вас сделать? У вас единственный вариант, если только люди сядут, другой вариант вас не устраивает? Я не договариваюсь ни с кем. не можете понять? Я решаю только в рамках закона. Прежде чем звонить... Можно я в рамках закона проконсультируюсь и вам еще позвоню? Проконсультируйтесь. И я вам позвоню еще завтра проконсультируюсь, что можно сделать? А если мы в рамках закона это все решим? Вот в рамках закона сначала проконсультируйтесь, потом мне позвоните. Но вы пойдете навстречу, если я найду эту лазейку? Я и с адвокатами проконсультируюсь. Я везде где куда угодно, я все сделаю, мне нельзя, чтобы мужу, моему сейчас было плохо, потому что, если я вам говорю, вот по-человечески, понимаете, если его посадят или уволят, или еще что-то будет, ну мне будет этого плохо, моей семье, моей семье. А вы одна за всех вот сотрудников или как? Да, я одна за всех, это как мне, а не как братья. Я их знаю очень хорошо не один год, и они, вот честно сказать, вот подошли бы вы к ним просто с помощью, они бы все бы оставили, если бы вам помогли. Я знаю своего мужа в 13 лет, я с ним выросла, я вам, я не знаю, как вам еще обратиться, все понимаю, прекрасно понимаю, ситуация плохая, ситуация ужасная, некрасивая, ну давайте что-то придумаем, я вас очень прошу. Вот вы проконсультируетесь со специалистами по поводу правого поля, а потом уже подумайте, звонить мне или нет. Поэтому никакие, даже малейшие незаконные меры, любой сотрудник, который предложит мне незаконный способ решения данной проблемы, будет подвержен наказанию, я вам сразу предупреждаю. Нет, незаконного, и вам, это вот то, что я вам предлагаю поправить здоровье, это не взятка, это просто от чистого сердца, я не знаю, то, что вот вам неудобство предоставили, вот как, я не знаю, ну помириться, я не знаю, ну как это еще называется, вот, кстати, подарок от меня, просто, чтобы мы с вами познакомились, вот только вот это, это не взятка, поверьте, я вам взятку не предлагаю, это, такие вещи не покупаете, я согласна, но можно же поговорить, можно пойти навстречу, ну вы же не зверь какой-то, правильно, вы сами говорите, у вас есть семья, ребенок, вы меня должны понять, просто, я не знаю, давайте, вот единственное, я вас очень попрошу, во сколько мне вам можно позвонить, чтобы вы были не заняты, и я с вами поговорю, утром, или может быть к вечеру ближе, я завтра в сексе, в сексе, в сексе. У вас есть представитель, адвокат? Да нет у меня никого, я вымолю его. Ну как же, мне звонил адвокат какой-то, представлялся, что он от вас, от ваших ребят? Нет, это не моего мужа дело, это точно, я не знаю, может, это и просил, я об этом не знаю. Я просто, я давно хотела вам позвонить, но мне не давали номер, мне не разрешали. Просто с каждым таким звонком усугубляется положение. Ну почему же? А потому что, во-первых, нужно понимать, кому вы звоните. Я понимаю, кому вы звоните. Я звоню Стасу Андрееву, блогеру. Предложения я делал один раз, в отделе. Я за эти предложения, честно, не слышала. Если бы я слышала, я думала, ну они бы мне рассказали. Таких предложений, они мне об этом не рассказывали. Значит, еще раз объясняю. Общаться буду только с официальным представителем, только в правовом поле, и только обоснованные доводы. А самого общества больше не будет? Если еще один звонок поступит, характера договориться по-человечески, как вы это называете, в ход будут пущены остальные материалы. Я просто ускорю процесс. То есть вы мне сказали, узнайте, перезвоните. Сейчас вы мне говорите, не перезванивайте. Я говорю вам о том, что подобное общение со мной. Понимаете? Ну люди бывают разные. Есть люди, которые живут по понятиям, как ваши парни, при этом служа в полиции. Ну у вас точно так принят. У вас менталитет там такой. А у нас в Краснодаре тоже, как бы, своя специфика. А есть люди, которые живут по своим собственным убеждениям. Вот как я, понимаете? Я же не навязываю вашим ребятам другой образ жизни. И подходил я к ним, как к сотрудникам полиции, а не так к ребятам. Я же вам говорю, я вас прекрасно понимала. И общаться я буду только в правовом поле. Что такое правовое поле? А это вот у ребят спросите. И урегулирование конфликта, как вы говорите, если по закону и возможно, то не такими методами. Я понимаю. Хорошо. Со мной такими методами не договоришься. Я никогда ни с кем не договаривался. Ни с одним человеком. Так, послушайте. Мы с вами чуть-чуть поговорили, и вы мне сказали, хорошо, проконсультируйтесь, и мне перезвоните завтра. Все правильно. Это ничего не меняет. Я говорю лишь о том. Если я найду законный способ, чтобы это как-то уладить, вы примете это на заметку? Я не знаю пока, о чем идет речь. Ну как, о чем? Вы говорите, если вы заберете заявление, вас там поставят. Во-первых, я человек ответственный, да, перед людьми. Меня поддерживают люди. Ну, нашей страны, и не только нашей страны. Я понимаю, я знаю, я читала все ваши видео. И как вы предлагаете мне выйти сказать людям, что, ребята, извините, я как бы деньги взял там? Нет, да какие деньги? Стас, нет. Вы выйдете, хотите я выйду в прямой эфир? Я не знаю, как вот, я извинюсь. Вы считаете, люди вам скажут, все хорошо, или что? Нет, я не думаю, что люди вас поддержат, если вы посадите отцов и кормите в моей жизни. Люди требуют от меня этого. Но они, наверное, не знают всю ситуацию. Они знают больше, многие из них знают больше, чем это доступно для вас даже. Ну, а почему вы так говорите? Ну, потому что я технически подготовленный, модернизированный журналист, который... Ну, то есть вы уже изначально с включенным телефоном получаете? Я изначально, я всегда хожу с включенным телефоном, когда приезжаю в неизвестные места и работаю по своей специальности. Ладно, это хорошо. Мы сейчас ни к чему, получается, не пришли, правильно? Вы меня не услышали, как маму, как жили. Я не рассматриваю это таким образом. Я не рассматриваю свое здоровье. Я вам не жалуюсь, что у меня проблемы. Я вам просто вас прошу, пожалуйста, помогите. Ну, пожалуйста. Просто прошу вас, помогите. А что об этом думает Следственный комитет? Ну, вы общались? Да, я ни с кем не общалась. Надо будет, я пойду и там буду пройти. Нет, а позиция вашего мужа. Подождите, вы звоните мне как гражданский человек и хотите урегулировать вопрос, чтобы обезопасить своего мужа. Это мне позиция понятна. Мне непонятна с правовой точки зрения и позиция вашего мужа. Вот это мне непонятно. Я вам сейчас скажу позицию, какая позиция. Позиция выходит из-под контроля и уже чувствуется, что может быть плохо, понимаете? Я вся в связях каждый день. Мама на галерианке. Ну, мы все нервничаем и это просто не должно быть так. Зачем своими руками делать зло? Если можно помириться, поговорить, найти компромисс. Ну, куча же вариантов. Ну, кому вы сделаете решить этого? Я еще раз вам повторяю, варианты только в правовом поле. Вы можете понять? Понимаю. Я же вам говорю, я поговорю, проконсультируюсь. Я вам завтра перезвоню, пожалуйста. Вы поговорите со мной завтра, если я вам перезвоню. Да, я могу с вами разговаривать хоть месяц. Этот телефон публичен, но не вы все звонят. То есть я со мной разговариваю. Просто у вас позиция понятная мне. Моя жена бы тоже так поступила. Но, с другой стороны, вы поймите тоже правильно. Во-первых, следственный комитет – это такой орган, который обязан отработать по факту. Понимаете? Это первое. Я, Стас, я и туда пойду, буду плакать и вымаливать. Я все сделаю. Да хоть что вы делаете. Вы понимаете, что следственный комитет, он работает по факту. То есть даже если вдруг я приду и скажу, что ничего не было, во-первых, попадаю под статью «Я», это нарушение законодательства, то есть там есть ответственность уголовная, и становлюсь преступником. И по второй статье «Клевета». Во-вторых, значит, все равно настанут последствия, то есть как минимум уволят. И в-третьих, что от этого будет такое решение вопроса? Понимаете? Я уверена, если вы пойдете на компромисс, ничего подобного не будет. Нет, вы говорите о компромиссе, но не понимаете смысл. Я вам еще раз повторяю. Законом не предусмотрен такой компромисс. Законом предусмотрено лишь урегулирование по факту претензий причинения вреда. Но это не отменяет статьи уголовной. Можете понять? Ладно, хорошо, я вас поняла. Я если что-то новое узнаю, я вам перезвоню. Вы просто позвонили, решите вопрос. Можете понять? Я у вас спрашиваю. Я понимаю, что я вам позвонила по-человечески попросить. Я по-человечески помещаюсь. А вы по-человечески я принимаю. Но я вам задаю вопрос. Каким образом? Вот схема ваша какая? И только законно. Вы мне ответить не можете. Не могу, потому что не консультировалась. Я потому что просто мне в руки попал ваш номер. И я решила просто позвонить и посмотреть вашу позицию. Я вашу позицию поняла. Что получается, если... Я просто с вами беседую. Я вам не высказывал конкретно своей позиции. Оно давно известно. Я просто пытаюсь понять, с какой целью вы мне позвонили. И насколько хорошо вы осведомлены о том, о чем говорите. Вот и все. Я вам сейчас с вами разговариваю. Я не хочу вникать, что было и что... А вот это плохо. Потому что... Я все прекрасно знаю. Виноваты. Виноваты. Хорошо. Виноваты. Я в моем понимании. Я не знаю, как по закону. Ваша позиция посадить. И тогда будет всем все хорошо. Или все-таки если я найду, проконсультируюсь. Я не знаю. Мне в руки попал ваш номер. Я вам позвонила сейчас ночью. Чтобы просто поговорить. Если я проконсультируюсь, найду эту ниточку, за которую нужно взяться, чтобы человека не посадили. Вы пойдете ко мне на уступки? К нам на уступки? Я не знаю, что... Вы приняли или нет? Я еще ребят не слышу. Вы если пойдете, я поговорю с всеми. Нет, я ребят не слышу. Вот этих полицейских. Я не бизнесмен, понимаете? Я мог бы зарабатывать... Как вы хотите их услышать? Они должны вам позвонить или что они должны сделать? Скажите, я тебе дам. На громкой связи все вместе. И изложат свои какие-то доводы. Я просто не могу понять, почему вы за них решаете. Я понимаю, что вы переживаете. Да я не решаю ни за кого. Я сейчас с вами разговариваю. Я сейчас разрыдаю что-то вам в трубку. Я вам позвонила и... Короче. Давайте... Они с вами увидятся. Вы согласны? Они приедут, увидятся, поговорят. Вы придете? Увидеться у них со мной не получится. По той простой причине, что если они подойдут ближе 50 метров, у них будут проблемы со здоровьем. Вот и все. И все будет вполне законно. Но если вы согласны на эту встречу, естественно, не только против вашей боли, с вами видеться не будет. Да, что и не получится, девушка. Я у себя дома в Краснодаре. Как они говорят, ты в Сочи, а я сейчас в Краснодаре. Ну, они приедут, только соглашитесь на встречу. Я им не советую этого дела, приезжать в Краснодар. Ладно. Вам позвонить нужно? Вам надо, чтобы они вам позвонили и поговорили? Я не понимаю, для чего мне нужно урегулировать пост. По какой причине? По причине того, что у каждого семьи, у каждого дети. Хотя бы ради детей, а не собственного удовлетворения. Вы считаете, что я удовлетворен или хочу над кем-то издеваться? Вы так считаете, что ли, с моей позиции в жизни? Я так не считаю. Но то, что вы, знаете, как на принцип идете, посадите все, но это тоже нехорошо. Нужно решать вопрос, нужно спрощать людей. Решать вопрос можно по закону. Вы умнее, вы мудрее, вы лучшее. Вы покажите, что вы, наоборот, не такой, как они. Понимаете? А то, что вы людей посадите и оставите детей без отцов, это не лучший способ. Вы согласны со мной? Знаете, я много встречал разные ситуации. Во-первых, раз вижу такие. Даже интересно, поэтому с вами долго разговаривать. Обычно мне сразу предлагают какие-то суммы. Да я вам не предлагаю деньги. И сразу же с ними разговор заканчивается. У меня, честно, у нас и нет денег вам предложить. У нас нет денег, но если, как бы, вопрос денег, мы их найдем, кредит возьмем. Я не знаю, но вы же говорите, вы не хотите. Я вам не предлагаю. Нет, подождите. Во-первых, я вам сказал, что по закону так нельзя. Я понимаю, я вам поэтому и не предлагаю ничего. Я вам просто прошу, помогите. Законным путем я проконсультируюсь, я узнаю. Я вам еще позвоню, только поговорите со мной еще. Да я поговорю, но... Пожалуйста, не делайте своими руками злой еще больше. Они виноваты, хорошо. Ну, будьте добрее. Ну, у вас ребенок растет. Ну, завтра, не дай бог, что-то случится в вашей семье, в вашем окружении. Ну, это же никто от этого не застрахован. Ну, вы же согласны с мной. Я по-другому вопрос ставлю, понимаете? Я не ставлю вопрос о семьях или детях. Я даже не разбирался. Я общался непосредственно с людьми. Я не знал, сколько у них детей и семей. И у каждого свои проблемы. Если бы это была бы несерьезная ситуация, я бы, поверьте, сказала бы, ребята, разбирайтесь сами. Но уже представляете, вот что жена звонит, и я понимаю, что вы можете записать разговор, перевернуть это, как вам надо, как вам угодно, как вам надо будет. Я это все понимаю, потому что вы все выставляете в интернет. Но я уже на это закрываю глаза, потому что семья моя мне дороже, мне моя... Понимаете, это... А как вы считаете, не выставить в интернет, предположительно, адвоката, который предлагает мне 20 тысяч рублей? Ну, понимаете, это ваше право. Или ваши ребята, которые в больнице мне предлагали компенсировать за куртку, получить наказание по неповиновению и закрыть глаза? Или что? Ну, как здравый человек, вы как считаете, вот приходят двое полицейских, которые тебя избили? Так, это с ваших слов вы мне рассказываете. В смысле с моих слов? Если ваш муж вам доверяет, он вам ответит прямо на этот вопрос. Я такого не слышала, поэтому я такого не могу. Ну, я обязательно поговорю с ним на эту тему, но я такого не слышала, честно сказать. Поэтому это... Ну, я не хочу сейчас это как бы обсуждать, потому что не могу ничего сказать. Никогда не бывает точного ответа на тот вопрос, который задал. А, возможно, я записывал. Понимаете, вот вы сейчас говорите, я не знаю. Ну, возможно. Представляете, если завтра будет это в сети? Ну, возможно, скорее всего, вы записывали, потому что у вас все записано. Я это понимаю. Я всегда все записываю. Я это понимаю. Я это не говорю, что это плохо, хорошо. Это ваш выбор, ваше право, ваша работа. Я сейчас звоню совсем по-другому. Поймите меня, услышьте меня, пожалуйста. Прошу помочь по-человечески, пожалуйста. Вы меня понимаете, что я хочу? Я понимаю, но я же над вами не издеваюсь, я не глумлюсь над вами, я не пытаюсь как бы футить это в с вами. Серьезно разговариваю, пытаюсь, чтобы вы поняли. Это не шутки уже, понимаете? Уже как бы этот... Вот это вот... Как вы говорите, тролль, да? Вот это слово тролль. Вот это вот то, что было все на улице. Это вся клоуна, да? А потом вот это вас потащили, там, побили. Не знаю, это все. Это все раздулось в серьезную тему, от которого могут пострадать все люди. Оно еще не раздулось. Ну, уже раздулось. Уже сколько есть, уже достаточно. Куда хуже. И вот понимаете, что уже как бы... Ну, это надо как-то прекращать. Ну, пожалуйста. А начальник? А вот начальник что думает по этому поводу? Я с начальником не общалась. Я жена, я просто сижу дома и плачу. Больше ничего я не делала. Сижу дома и каждые 15 минут спрашиваю мужа, ну что, ну что, ну что? А он говорит, что еще не... Ну, идет разбирательство, идет разбирательство. Я прошу ваш номер, мне не дают. Я сижу, умоляю, говорю, дайте мне поговорить с ним. Он тоже человек, он меня поймет. Вот выпросила, вымолила и позвонила. Понимаете? Я знаю, что если вы захотите, если мы найдем лазейку, вы можете нам помочь. Но если вы не захотите, вы можете на публику, на камеру, чтобы все увидели, какой вы хороший человек, там, что вы наказываете зло. Взять и посадите их. Хорошо, все вам похлопают. Пострадают дети, семьи, люди, пострадают, понимаете? Ну, а вы покажите, что вы добрый, хороший, что вы прощаете. Ну, я не знаю, ну как это сказать? Мы извинимся, вот, все, что вы хотите, вот, по граммам закона. Я не говорю, что это хорошо. Я ругала мужа, говорю, зачем вы вообще так делаете? Ну, они так привыкли, а тут вдруг не получилось. Такое бывает. Ну, я не скажу, что привыкли. Я мужа знаю, говорю вам с детства. Я с ним выросла, я за него замуж вышла. Я эти три мальчика знаю. Да я его не обсуждаю как с человека и как мужа. Я заказываю, переживаю. А слушай, я вам говорю, какой он сотрудник. Я вам не говорю, какой он муж. Я не знаю, какой он муж, какой он. Как сотрудник, поверьте, как сотрудник, его тоже хвалят. И их сектор очень хвалит. У них очень большая раскрываемость всего. Да, вижу. Я это тоже знаю. У него и медали, и все на свете. Ну, это такое, понимаете, случай. Дело случая. Вот так получилось. Тут я с вами соглашусь. Вот это не означает, что он, в принципе, сотрудник плохой. Сотрудников не держит на работе, ну, согласитесь. Не справляешься, иди давай домой еще. Но раз он работает, раз у него получается, значит, он хороший сотрудник. Просто так получилось. Ну, каждый находился не в том месте, не в то время, не в том настроении. Ну, так получается. Ну, и такое бывает. Речь просто о сотрудниках полиции и о их действиях. Вот о чем речь. Они как о человеке, ее отцах. Понимаю. А я вам сейчас говорю, что с моей стороны речь как от жены, от мамы, от девушки. Помогите. Давайте найдем компромисс в рамках закона. Только в рамках закона. Я его хочу услышать. Пускай мне позвонит сейчас. Кто? Муж? Ну, конечно. Ну, его сейчас как бы нет дома. Он уехал куда-то. Мы позвонили, он уехал. Просто я номер выпросила. Вот пока номер разговаривал. Только из дома может звонить или что? Это же его интерес. Пока я не обещаю, я подскажу ему. Я буду просить, чтобы он вам позвонил. Ну, я с женами вопрос не решаю. Если у него есть что сказать, он может позвонить мне. Ладно, так. Я уже хорошо. Я вас услышала, поняла. Послушайте, я вам последнее скажу. Естественно, вы с женами вопрос не решаете. Я согласна. Да как я с вами могу решить вопрос, если вы не учащите? Нет, я согласна. Я понимаю. Так же, как и Ольга Сафонова, которая уходит за вас, агитирует. Она тоже там вообще никакого... Ну, я ее об этом не просил. Это... Ну вот, она очень так вот прям яро ходит и с табличками, и к людям. Это не ко мне вопросы. Это ее инициатива. Хорошо. Послушайте меня. Вы с женами вопрос не решаете, я согласна. Но где-нибудь там, в глубине сердечка своего, отложите мой разговор. Если у вас что-то есть человеческое, что-то вы в меня вот проникли в мою ситуацию, ну подумайте. Если я вам перезвоню, вы решите мне нам помочь. Ну помогите. Перезванивать должен муж. Ну, муж позвонит. Я не говорю, чтобы... Я хорошо запомнил его голос обоих. Если у него есть желание побеседовать, я не говорю ему представляться мне или что-то. Он может донести свою мысль и то, что он хочет, что-то и все. Хорошо, а я что-то решит... А вы можете, еще раз вам говорю, вы можете делать только хуже. Понимаете? Вот вы высказываетесь определенным образом. Этого делать не рекомендуется. Вот если ваш муж полицейский, человек и хороший. Я же вас оскорбляю. Да не в этом дело, что вы оскорбляете. Я еще раз говорю, если ваш муж имеет какую-то мысль по этому поводу, он может позвонить мне, потому что, как вы говорите, он сотрудник грамотный, да? Это что-то решит или вы просто хотите с ним пообщаться? Я вам говорю про то, что нужно общаться в рамках закона. А вы общаетесь со мной. Вот ваш муж юрист же, правильно? Имеет юридическое образование? Конечно, имею. Вот ему нужно мне позвонить. А вы можете сделать хуже, понимаете? Вот и все. Я вам просто, как вы говорите, по-человечески советую. Все очень просто. Главное, чтобы его звонок или их звонок что-то решил, а не просто поговорить. Я не собираюсь с ним разговаривать по душам. Я еще раз говорю, я решаю вопросы только в правом поле. Чем быстрее вы это поймете, тем проще... Я понимаю, но я честно думала, что у вас более, как бы, знаете, мягкое сердце, что ли, вы когда... Ну, хорошо, давайте по-другому вопрос поставим. Вот вы... Я думала, вы меня позалите, что ли, по-другому вопросу. Подождите, вы 16 человек, который звонит мне ночью, да, зная, что я, скорее всего, не сплю в это время работы. Хотя и болею, да, но приходится работать. Никто не уточняет, как я себя чувствую. И предлагает мне какие-то варианты разные, да, и ждет от меня какого-то ответа. Ну, давайте, вот, предположим, я вам отвечу. Отвечу, вот, допустим, 2 миллиона рублей. Как вы на это посмотрите? Со всей душой? Ну... На весь ваш отдел. Вот сколько, по-моему, 13 человек, да, на увольнение идет во главе с начальником. Ну, вы же прекрасно знаете, что вы просто говорите, вы денег не возьмете. Зачем вы сейчас это говорите? Нет. Это незаконно. Нет, подождите, как это незаконно? Это закон на посуду, регулирование вопроса. Что, значит, не возьму? И тут не об этом речь. Вы это предложите сотрудникам, которые вам позвонят. Знаете, бывает случай, когда я принципиально отношусь к человеку, нарушившему закон, а бывает случай, когда этот человек уходит без наказания. Вот это все зависит от человека самого. Понимаете, что я делаю? Я понимаю. Я не знаю, какие слова вам еще подобрать, чтобы как-то смягчить ваше сердце, грубо говоря. Я не знаю, так что мне еще вам сказать. Меня удивляет... Я просто понимала, вы хотите услышать сотрудников полиции. Меня удивляют люди, которые, не зная законодательства, что-то мне предлагают. При этом пытаясь подвести меня еще под статью. Я не предлагаю, я не пытаюсь вас, я не подкована юридически. Я вас прошу по-человечески, как мать, как жена. Я не знаю, как это можно сделать. Я вам еще одну такую ценную информацию дам. Сейчас все разговоры, которые мы общаемся, не важно с кем, они пишутся на сервер оператора. И возможно, возможно, вот мой телефон прослушают, потому что я занимаюсь своей деятельностью, да, и ко мне проявляют интересы службы. Так вот, возможно, нас слушают, и возможно, этот разговор могут использовать. Так вот, вы своими действиями, когда предлагаете мне урегулировать вопрос, толкаете меня на преступление и сами его совершаете. Поэтому я вам еще в очередной раз говорю, воздержаться от таких предложений... Хорошо, а как бывает, когда приходят, пишут заявление к участковому, да, там что-то, а потом приходят, говорят, что я претензий не имею, и забираю заявление. Как тогда это? Это называется легкая статья, либо порча имущества, либо вреда дороги и так далее. Понимаете? Но есть статьи, которые отрабатываются по факту. Понимаете, в чем дело? Суд не может прекратить, либо Следственный комитет не может прекратить дело в отношении полицейских по уголовному деянию. А там четыре уголовных статьи. Понимаете? Просто они еще не догадываются. У вас в Сочи не привыкли полицейские к тому, что такое может произойти. И то, что вы мне предлагаете, это срок для меня. Нельзя забрать заявление. Так, я вам еще раз как бы делаю акцент, что я вам жадку никакую не предлагала. Я вам предложила... Да не важно, что вы мне предлагаете. У вас итог один – пойти забрать заявление. Я вам объясню, что это невозможно в таком виде, в каком вы предлагаете. А вы мне говорите... В каком возможно? Подскажите, если вы знаете лучше меня. Что можно сделать? Это уже к юристам. Я в таком поле никогда вопросы не решал. И в принципе... Хорошо, Стас, я вас поняла. Я завтра обязательно всем, кому можно, пойду проконсультируюсь. И я вам еще позвоню. А звонок, что вы хотите поговорить с полицейскими, я тоже передам. Но мы с вами договорились поговорить. Знаете, вот тут я пойду на принцип. И как раз проверим, тролль вы или нет. Если вы тролль, то потом поймете. Значит, пускай муж мне сегодня позвонит. В течение часа. Ну, я думаю, он может не позвонить просто. Ну, если он может не позвонить, то в чем моя проблема. А вы какой-то можете... Вот, допустим, я уговорю позвонить, допустим, поговорю, уговорю. Это решит проблему? Что-то может вам помочь? Я хочу услышать четкий, четкий диалог. Понимаете? От человека, который понимает, о чем он говорит. Вот и все. Не знаю, насчет звонка не обещаю. Я вам позвонила от своего имени. А нет, не от чего-то. Я позвонила от своего имени поговорить, помочь, как-то помочь. В рамках закона. Но я ваши пожелания передам. Ну, в принципе, у него есть час. Сказать, звонит и пообщаемся. А что, если завтра позвонит, уже не будете разговаривать? Я еще раз говорю, это 16-й звонок. Ни о чем. И я просто просил людей не раздражать меня. Потому что, когда я раздражаюсь, как раз я и прибегаю к тем принципам, о которых вы говорите. Я вас не раздражалась, так? Меня раздражает 16-й звонок. Понимаете? И когда мне рассказывают... Да, я звонил первый раз. Когда мне рассказывают о детях, семьях, понимаете? Вы о чем мне говорите? Вы жестокий человек, кстати. Жестокий? А может, вашему мужу легкое отбить? Может, ему ребра сломать? А? Я не слышала за такое. Может, на него пару статей фальсифицировать? А потом... Да, чтобы вам ребра ломали. Я такого не слышала. А, вы не слышали. Я не слышала. А я сегодня в больнице был. В нормальной. Нигде менты врачам диктуют условия. А в нормальной, независимой больнице. А почему сегодня через 100... А потому что я проходил анализы. И вот сегодня я получил результат. Подождите. Вы столько времени ходите с поломанным ребром и снимаете и считаете видео по Краснодару? Я не снимаю видео по Краснодару. Почему? Вы выкладывали новые видео на днях. Послушайте, я... Я же на вашем канале была. Новые видео выложены. У вас же река поломана. Совершенно верно. Потому что эти видео от за март. Если вы внимательно посмотрите. А некоторые еще раньше. Я работаю. У меня видео на 5 лет вперед. Так вот, послушайте. Я не то, что видео снимать. Я работать не могу нормально. Потому что у меня проблемы. Из-за ваших как раз молодых людей. И вы мне потом говорите за детей еще за что-то? А? Ну, если вы, наверное, посадите моего мужа и моих прадедов. Я не только посажу. Я еще с него денег защищу. С каждого из них. Из МВД в частности. Понимаете? И вы мне просто предлагаете санаторий или что-то еще. Послушайте. Вот я вам честно скажу. Говорите, вы за деньгами не гонитесь. То есть вы у маленьких детей заберете деньги, чтобы... То есть 90 тысяч рублей, которые я оплатил адвокату. То есть те деньги, которые я потратил на лечение, те деньги, которые я потратил на такси из Сочи и так далее. Вы считаете, что у меня их достаточно, чтобы тратить? Или вы считаете, что я богатый человек? Или кто-то мне помогает? Или вы думаете, что я не работаю? Друзья, а почему вы говорите за такси, если вы в прямом эфире вместе с Сафроновой ехали? Да, совершенно верно. Не в эфире я ехал, а без эфира. Но я оплачивал эту поездку. И она вышла как такси. Понимаете? По-моему, она просто за счет вас пиарится. Мне и оплевать, кто там за счет меня где пиарится. Меня интересует только то, что я понес убытки и проблемы со здоровьем. И в этот раз, в этот раз, то, что вы там видите в интернете какое-то 7-минутное видео, и знаете меня, как вы говорите, то глупо от вас слышать, что это все. Вы говорите о каком-то резонансе, его еще не было. Остас, вы вообще не хотите никак на примирение идти? Я не услышал вашего мужа. Да я говорю, нет его дома. Ну и что? В этом проблема? Я не услышал начальника поддела полиции. Я за вам говорю, это что-то решит, если они будут вам звонить? Все зависит от них. Я еще раз вам говорю. У меня нет авторитетов, корон, чинов, званий. Мне плевать, генерал это или сержант. Я так вопрос не рассматриваю. Понимаете? Когда мне говорят, что я полковник и я тебя задавлю, я давлю полковника. Вот и все. Это дело времени. И плевать мне на все эти статьи, сфорсифицированные и так далее. Вы думаете, что первые ваши ребята, что-то? Так, наверное, я думаю, не каждая жена вам звонит, правильно? Мне много кто звонит на самом деле. Только сначала сделают что-то, а потом звонят. И речь идет не о просто со всех первых, а о материале каком-то. Понимаете? Вы что думаете? Ваши первые и последние что-то? Что ребята? Нет, таких очень много. Ну я понимаю, но я не думаю, что за каждого вы так будут звонить и просить. Да, за каждого звонят, советую. И вы все равно однокровно всех наказываете, да? А все зависит от людей. Я решать вопросы за деньги не решаю. Я вам деньги не предлагаю. Если вы говорите о наказании за содеянное. Все, что касается здоровья, тут только правовое поле. Тут либо человек добровольно оплачивает ту сумму, которая ему предлагается, либо же взыскивается с него через суд. Вот и все. Это другой вопрос. А вы говорите именно о наказании. Ну хорошо, давайте мы через... Давайте, я не знаю просто как это делается правильно, но если вас устроят, чтобы в рамках закона какой-то штраф на них наложили, который они выплатят, давайте сделаем так. Какой штраф? Ну я не знаю, как это делается. Но чтобы они вам что-то выплатили в рамках закона, по закону, вот, как компенсацию. Вот так вас устроят? Через суд там, или как это делать? Я просто не знаю, как это делать. Я же говорю, я вам могу проконсультироваться и точно сказать. Вы лучше меня это знаете. Но есть ли в рамках закона, чтобы законно они вам что-то выплатили? Есть же такое? Есть. Ну давайте вот такое. Они в любом случае будут платить. Но все зависит от того, что суд нужно знать и так далее. И от понесенных убытцев. Вот и все. И от того, у кого сколько доводов. Все очень просто. Это я просто... Мы уже беседуем с вами по поводу процедуры. Вы что же, поймите меня правильно. Я не человек, который, как вы считаете, и ваши парни, который бегает с камерой, и ему заняться нечем. Понимаете? У меня работы побольше, чем у вашего мужа. Потому что он находит время стоять у Дома культуры и с друзьями беседовать. А у меня такого времени нет. Они не стояли в Дома культуры. Они вышли с учений. Послушайте, вы мне рассказываете, где они стояли. Но я же с мужем созваниваюсь. Я никогда, послушайте, я никогда не подхожу к полицейским просто так. У меня нет цели гнобить полицию. Какая бы она ни была. Вы курите, скажите? Вы курите? Да это не важно. Курю я или нет. Ну, вот, допустим, вы курили. Хотя у вас там проблемы с легкими. Все люди, многие курят, понимаете? У них был пятиминутный перекур после учений. Да не в этом-то вопрос. Они стояли в правильном месте, как курили. Я не говорю, что они стояли в неправильном месте. Они стояли, матерились. Они стояли, матерились и получили от меня замечание. Этого я не слышала. Вот и все. Это только с ваших слов. Да я никогда... Послушайте, я никогда не подойду ни к одному полицейскому. Хоть это оборот не будет, мне не важно. Пока он не нарушает, я никогда не подойду к нему. Я не... У меня все одинаковые. Полицейские, граждане, прокуроры, не плевать. У меня такая позиция. Я не... Извиняюсь за выражение, не драчу, ментов не бегу, как некоторые блогеры, чтобы хайпануть. У меня этого нет. Так, ну ладно. Тоже уже я перееду и чего. Уже не могу разговаривать. У вас просто своя инициатива, а муж ее, походу, не поддерживает в надежде решить вопрос, так он его не решит. Какая у меня своя инициатива? Я прошу вас... Ну, мужа не в курсе, что вы звоните мне. Ну, он в курсе, но я выпросила ваш номер, он дал и ушел. Делай что хочешь, потому что я уже неделю прошу ваш номер. Нет, я не понимаю. Я не понимаю, а он... А он что... Что думает? Да ничего он не думает, он... Ничего он не думает, да плохо все и все. Что значит плохо? Нет, послушайте меня. Здоровый мужик... Здоровый мужик... Полицейский. Мне вот это непонятно. Я вот за свои действия отвечаю. Что он должен делать, скажите? Что он должен делать? Мне звонить, а не вы. Вот о чем речь. Я звоню... Я звоню вам со своей стороны. Да, я вашу сторону понимаю. Только вы говорите мне вещи, которые повлекут для меня уголовную ответственность. Вот и все. А я вам объясняю, что... Я вам... Так, я вам не говорю ничего такого, что могло бы вас... Да вы мне говорите договориться, но вы не понимаете... Мамках закона. Ну, я вам говорю... Ваши предложения. Я слушаю ваши предложения в рамках закона. Я не подкована юридически. Я завтра проконсультируюсь с адвокатами, с юристами, я вам перезвоню. Я хочу общаться с человеком, который непосредственно совершил вот эти действия. И я его не рассматриваю лично и претензионно. Я его рассматриваю как сотрудника полиции, который должен понести ответственность. Вот и все. Я его хочу слушать. Вот в чем дело. Понимаете? Я передам им ваши слова. Я вам звоню со своей инициативой. Вот когда... Вот когда они... За них я вам ничего не могу говорить. Вот когда они заявляли на меня по 319, за это они тоже будут сидеть. Потому что у меня есть доказательства 100%, что я не обзывал их, не материл. Вот и все. За это они тоже понесу за ответственность. Я им дал такую возможность это сделать. Вот и все. Они же это делали сознательно. Они же сознательно заявляли на меня. Вы меня... Мы с вами разговариваем почти час, и вы меня не услышали. Вы не прониклись в мои слова. Я услышал вас прекрасно. Вы меня не услышали, раз вы так жестоко хотите посадить людей. Послушайте, вы мне говорите... Сначала мне говорят про 5 тысяч, потом про 20, потом про санаторий, урегулирование вопросов. За 20 тысяч вы сказали, а юристы... Ну это же ваши там адвокаты или кто-то такие. Я не знаю. За 20 тысяч это вы озвучили. Да, это... Нет, я озвучил то, что я потратил на тот момент, на тот момент, на то, чтобы покрыть свои расходы. Это обычное явление. Это небольшие деньги, но они не лишние. Как вы говорите, вот вы... Ваш муж работает, и вы живете, значит, это все так живут, девушка. Да, ладно, послушайте. Уже реально вот так... Уже у меня голова болит всех этих разговоров. Я то, что хотела вам сказать, я сказала. Дальше же, естественно, вы сами решаете, что делать. Если вы посчитаете нужным помочь, вы поможете по-человечески. Если нет, тогда... Я хочу услышать мужа вашего. Я не могу отвечать за его действия. Я отвечаю за свои действия. Он как считает нужным, так и делает. Как считает... Не знаю, как. Я не могу за него отвечать. Я захотела, я позвонила. Не хочу никого припитать больше. Ага, понятно. Ну, а я вам говорю в свою очередь, что я хочу услышать вашего мужа. Я передам. Я передам, я не знаю, что будет дальше. Я могу передать только. Я понял вас. Хорошо. Ну, надеюсь, и вы поняли то, о чем я вам говорю. Я поняла. У него час есть, мне позвоните. Надеюсь, вы меня услышали. Я, по-моему, неоднократно говорил о том, что необходимо. Это все. Хорошо, я вас услышала, я передам. Хорошо. Я не покупаю информацию, еще узнаю, я вам... Я понял. Ну, я вам озвучу. У него есть час. Хорошо, спасибо. Всего доброго. Ну вот, ребят, такие вот записи у нас сегодня есть. Пишите, пишите, что думаете об этом в комментариях. Поставьте обязательно этому видео лайк. Нажмите на кнопочку поделиться, там в соцсетях закиньте там своим знакомым, чтобы знали, как бы, что делать. Закиньте знакомым сотрудникам полиции, чтобы они знали, что надо думать головой, а не другим местом. Что не надо пытаться выебать маму, когда ты не можешь. И вообще нужно служить по закону полицейские. Ладно, подписывайтесь на канал Стаса. Ссылки будут в описании. Если кто сможет, хочет помочь финансово, реквизиты, карты Сбербанк, только на Сбербанк кидайте. В сообщении пишите, что для Стаса все денежки обязательно пойдут по назначению. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал, группу ВКонтакте и вступайте в наш новый чат Люди Движения в Телеграме. Прямо так можете в поиске написать Люди Движения. Там есть мы, там есть все, там все самые умные люди, все самые умные наши подписчики. Там вам обязательно кто-нибудь поможет, там обязательно можете поделиться своей проблемой. Вот, если не мы, так среди наших подписчиков много очень умных людей или умные люди должны объединяться. И это будет именно на этой площадке. Все ссылки будут в описании. Всем удачи, всем пока, обреки за свои права. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!